Привет, Мосфизм, специально для него. Мы готовы, Никит. Значит, анекдот не новый. Ну, не такой шикал. Скал ветеран, прослушавший его 50 раз. Ладно. Я уже не помню. Ну, ладно. Лондон. Да? Возьмем Лондон. Значит, один же тримян. Да, это с геми. А? Да, это с геми. С геми? Я не понял, как был с геми. Тут будут лесбиянки, куча лесбиян. Значит, Джон... Нет, Ричард. Револьта. Ричард. Блэкмор звали его. Вау. Да, но не тот Ричард. Ричард Блэкмор. Его звали Ричард. И он всегда назывался Ричард. И в корпорации, в которой он работал, это была крупнейшая корпорация, я не могу его называть. Он был? Нет. Он был топ-менеджером. И... Ну, причем топ-менеджером не в том понимании, как у нас в России каждый второй топ-менеджер. А, топ-менеджер. Так вот... Эм... Этот... Ричард, он пользовался... Такой у него был астеритет, прям настоящего джентльмиана. Он... Он излучал просто джентльмена, стал от него. Он шелк. И он всегда... Во-первых, он никогда не пил. Да? Он никогда не курил. Он не позволял себе вот этого, и он... Он всегда был просто истинным джентльмианом со всеми. Со всеми. По работе, друзьям, в туго. У него была прекрасная семья, два ребенка. Пусть они были женщинами и пусть они были лесбиянами, но это сейчас у нас. Это просто просили лесбиян. Они были лесбиянами. Это его не сильно заботило, потому что он не уделял себе много времени, но он был всегда джентльмена в семье. Просто не уделяющий ему времени. Так вот, однажды он обнаруживает у себя записку. Записку. Записку о том, что его жена и две дочки кидают его обитель, ибо он, вообще, можно сказать, потерял вожжи и уже не управлял семьей и был никем в этой семье на деле. Он был, да, учтивым, он был положительным, но жена, видать, уже давно имела отношение с кем-то. Ну, не будем об этом, это долгая история. Короче, она ушла от него. Ты понимаешь, удар. А тут, перед этим, еще случился дефолт. Там, можно не забывать, какой год, я не буду говорить, какой-то год. Третья дефолт, там, все, вообще, у него дела почти плохи. И тут, Ричард понимает, что вот, настал момент, когда нужно начать пить. Он приходит в супермаркет, ставит самый лучший коньяк, приходит домой, понимает, сейчас он будет пить. Посмотрим, что случится завтра, может быть, он что-то сможет исправить. Но сегодня он напьется. Первый раз. впервые в жизни. Но, он думает, вот я сейчас напьюсь, буду пьяным, кто-нибудь позвонит, я возьму трубку, а там, с работы звонит, еще откуда-нибудь, семья, жена, а он не вяжет, вообще, два слова. Ладно, говорит, солен, я везаю, я везаю, я везаю. Залезает, я везаю под одеяло. Все. Ну, и засыпает. Утро, Башка, Башка просто чуть гумбает. Вот он идет, у него в голове там просто апостол Петр там размахивает своими этими там, и там лакола, адовые, просто в голове. Он идет, и вот Киев, он походит к своему там, аммени по скребкам, и отфис на 50-м этаже, он поднимается, идет по коридору, ему навстречу идет, его коллега, говорит, господин Блэкман, здравствуйте. Здравствуйте. И идет дальше, а тут его останавливает, говорит, вы знаете, есть один очень хороший рецепт, говорит, вот просто рассола, я вам сейчас его расскажу, вы выпьете, вам станет легче. Он говорит, да с чего вы взяли, что я пил? Я вообще не пил, у меня все нормально. Говорит, нет, ну вам же плохо, нет, нехорошо, я как обычно, все нормально. Давайте. Нет, он проходит дальше, подходит к своему кабинету, открывает дверь, там секретаршу, говорит, господин Блэкман, вы знаете, у меня, и она прям, сэр, она прям достает сразу, на стол ставит рассол, говорит, вот моей бабушке, говорит, вам поможет, я понимаю, у вас раскалывается голова, вам поможет. Говорит, Жозефина не пил я и никогда не пил. С чего вы взяли, что у меня болит голова? Ну да, у меня побаливает голова, но так, чтобы она болела, не, не, все нормально. Обычное дело, вообще, одинаково, уходит себе в кабинет, садится, никого ко мне не впускать, Жозефина, но она впускает, через два часа, когда он силится, значит, своими мыслями, хотя они мысли не лезут ему в голову, у него страшная головная боль, кто-то заходит в кабинет, он поднимает глаза, видит, что это его друг, Генри, он заходит, садится, он говорит, его руки свои, они были геями, это было до его семьи, да, вот, он говорит, Ричи, Ричи, послушай меня, вот сейчас просто звонишь своему сректорю, она тебе дает стакан воды и лимон, эти два ингредиента спасут тебя, все понимают, как тебе тяжело, все мы первый раз пили, да нет, я не пил, ну уже ладно, рассказали сказки, ты пил, вот, просто лимон и вода, и это тебя спасет, это два ингредиента тебя спасет, потому что, ну у всех разгалывалась впервые голова, там у всех было плохо, у всех тошнило, тебя это спасет, поверь нам, тут уже Ричард не выдерживает, он понимает, что кто-то знает о том, что он, ну все знают уже об этом, он встает, так, ну как, как вы узнали, как вы узнали, что я пил, я же был под одеялом, говорит, и тут его друг говорит, дружище, под этим одеялом тебя и видели, вчера в 3 часа ночи, в баре на Бейкер-стрит, первый раз не хватает, а вот они уже знают,